осознание мы воспринимаем окружающую реальность посредством органов чувств получая информацию о мире с помощью зрения слуха обоняния осязания и вкусовых ощущений однако как это не покажется странным что с помощью зрения мы воспринимаем лишь ограниченную часть электромагнитного излучения от волн с длиной 380 нанометров фиолетовый цвет до волн с длиной 780 нанометров красный цвет а ведь за пределами этого не так уж широкого спектра бесконечность то же самое касается нашего слуха и других наших органов чувств по сути мы смотрим на мир через крохотную щелку но думаем что видим его целиком в то время как среди наших предков было огромное количество людей способных воспринимать реальность далеко за пределами ограниченных привычных нам органов чувств и не только воспринимать но и взаимодействовать с тем что видели отсюда и их дошедшие до нас знания о более тонких устройствах этого мира и самого человека слова сознания душа дух были для них не просто терминами обозначающими некие тонкоматериальные субстанции а конкретными явлениями которые они прекрасно осознавали видели с которыми умели общаться мы познаем мир посредством впечатлений впечатление от столкновения с различными объектами материального мира входит в тело через все органы восприятия дальше сквозь тело впечатления в буквальном смысле впечатывается в наше сознание осознание взаимодействия с полученными впечатлениями рисует нам образы людей предметов или событий все эти образы доступны для видения и для взаимодействия с ними неоднократно проводились эксперименты и опыты по стиранию образов из сознания или перекрыванию к ним доступа внимания в результате чего человек мог смотреть на знакомую вещь но не понимать что это такое можно например забыть свои старые обиды и страхи или даже разучиться чему-то простейшему такому как езда на велосипеде образ хранящийся в нашем сознании представляет собой полноценный самодостаточный пакет информации содержащий в себе всю полноту знаний о конкретном объекте его пространственные и технические параметры его вкус запах цвет и все остальное понять это просто представьте себе допустим яблоко и у вас перед внутренним взором появился этот фрукт но не просто как плоская картинка а как полный набор информации которую вы когда-либо получали о яблоке включая и отголоски связанных с получением этой информации событий это и есть образ согласно преданиям в давние времена человек имел возможность общаться непосредственно передачей образов ведь это на порядке информативнее и быстрее чем объяснение словами сегодня такое часто встречается у близких друг другу людей когда они что называется понимают друг друга без слов кажется что они просто настолько знают друг друга что понятно кто и что подумал кто и что хочет сделать но за этим стоит еще и то что эти люди просто читают мыслительные образы друг друга сами не отдавая себе в этом отчетах причем способов общения было великое множество даже голос использовался не только для произнесения слов отсюда такое разнообразие голосового воздействия и обмена информации голоса можно было глаголить ректи говорить молвить зычить петь складывать и многое многое другое и все это были разные по своему эффекту действия к сожалению в силу разных причин подобные умения были утрачены или атрофированы за ненадобностью у большинства из нас точнее атрофировалась осознание управления этими процессами а сами процессы никуда не делись и уже в девятнадцатом веке люди вновь столкнулись с явлением передачи образов в далеком 1880 году малоизвестный парижский художник пьер буш подрабатывал тем что занимался новомодной в те времена фотографии ранним утром проснувшись после очередной шумной вечеринки с распухшей головой он с отвращением вспомнил свои ночные кошмары всю ночь во сне за ним гонялась парочка отвратительных чертей с вилами в руках он быстро привел себя в порядок и направился в лабораторию ему нужно было срочно напечатать несколько снимков которые он должен был отдать в этот день своим клиентам запершись в темной комнате при свете красного фонаря он пытался вспомнить на каких из запечатанных пластинок нужны ему снимки но шум в голове не давал сосредоточиться а образы отвратительных созданий были все еще очень яркими тогда пьер решил проявлять все кассеты подряд величайшему ужасу фотографа на первом же снимке вместо фотографий клиентов он увидел отвратительные физиономии своих ночных гостей пьер показал фотографии своим друзьям один из них решил провести эксперимент он предложил буша снова напиться в прямом смысле слова до чертиков после чего они сделали снимки эксперимент удался и его следствием стала научная статья направленная во французскую академию наук статью конечно печатать не стали и мы бы так никогда не узнали об этом необычном случае если бы материалы буша не попали в руки к известному французскому популяризатору науки а также первому собирателю аномальных явлений камилу фломариону тематикой запечатления зрительных образов интересовался и никола тесла еще в 1893 году он писал уже не кажется невероятным предположение что в ответ на образ возникающий в мозгу вследствие работы мысли в сетчатке глаза возникает ответное рефлекторное возбуждение где она превращается в картинку тесла выдвинул смелое предложение о том что эти картинки могут быть спроецированы на экран и стать видимы для других людей долгое время вокруг этого тезиса в кругах ученых шли споры и полемика однако за 70 лет никто так и не рискнул провести опытов которые смогли бы подтвердить или опровергнуть данное суждение в нашей стране проблема регистрации зрительных образов с начала 70-х годов прошлого века активно занимался пермский психиатр геннадий павлович кархалев в 1972 году после окончания ординатуры кархалев начал заниматься исследованием слуховых галлюцинаций однажды ему попался журнал техника молодежи 70-го года номер 2 с опубликованной статьей валерия скурлатова московского физика зри наоборот в ней была высказана гипотеза что можно фотографировать зрительные галлюцинации автор статьи ссылался на работу американца тэда сириуса и японского психиатра фукурай он предполагал что фотографировать можно в очках считал что зрительные галлюцинации формируются в зрительном анализаторе они идут по обратным путем доходят до сетчатки глаз который мы воспринимаем информацию там возникает галлюцинаторная картина рождающая перевернутый образ в мозгу однако необходимо фото вспышка со стороны чтобы этот образ выбросить на экран в таком случае этот образ из глазного дна проецируется на экран и только уже тогда со стороны можно было бы фотографировать фотоаппаратом схема на слух конечно очень сложная но уже 13 января 1974 года крохолёв провел свой первый опыт в качестве тестового образа использовался портрет женщины испытуемый смотрел при электрическом освещении секунд 20 30 на изображение потом свет выключался и этот образ продолжал быть виден в темноте далее испытуемый проецировал образ на фотопленку где-то пять десять секунд потом провели еще несколько опытов начали проверять и вот на этой пленке получился нечеткий образ изображения портрета женщины это очень вдохновило исследователя он сделал вывод что из глаз идут излучение а раз так значит можно фотографировать и зрительные галлюцинации далее последовала серия экспериментов в результате чего была изобретена маска крохолёва которую одевали на лицо испытуемого и подключали к фотоаппарату или кинокамере методом проб и ошибок был создан способ с помощью которого можно было уже гораздо лучше фиксировать транслируемые образы важно отметить что результаты полученные крохолёвым были достигнуты в ходе экспериментов с тысячами человек в испытуемых недостатка не было ими стал весь алкогольный контингент пермской психиатрической больницы номер один где он работал были обследованы 2801 человек причем у 115 из них фотографически зафиксировались образы сходные с теми которые они сами воспринимали и описывали чтобы не быть субъективными часть снимков была получена другими врачами-психиатрами и даже медицинскими сестрами после этого на геннадия павловича ополчились как дилетанты журналисты так и коллеги психиатры никому не было позволено рубить сук на котором сидишь психиатрам того времени легче было дать идеалистическое толкование галлюцинации как нематериальных образов творимых отравленным алкоголем мозгом чем признать реальность реальность состоящую в том что человек действительно видит то о чем говорит тогдашний комитет по делам открытий и изобретений ответил автору однозначно ваша заявка под номером 32 от 96 63 формирование мозгом в пространстве зрительной галлюцинации не может быть принято к рассмотрению ввиду отсутствия в ней убедительных доказательств достоверности заявляемого вами положения вот так ни больше ни меньше впрочем комитет ни при чем это постарались оппоненты которые сами даже не пытались воспроизвести этот на тот момент уже простейший эксперимент а крахалев тем временем чисто случайно провел еще один простой эксперимент он поместил несколько больных страдающих галлюцинациями как зрительными так и слуховыми в экранированную камеру и у всех галлюцинации тут же исчезли получается что у людей страдающих галлюцинациями источником их видений и голосов является не их воспаленное воображение а какое-то внешнее воздействие исчезающие при создании даже материальных барьеров для его проникновения вот что писали об экспериментах крахалева другие ученые валентин псаломщиков кандидат физико-математических наук в 1973 году геннадий крахалев выдвинул гипотезу о том что при зрительных галлюцинациях происходит обратная передача зрительной информации от центра зрительного анализатора находящегося в мозгу периферии с одновременным электромагнитным излучением и сетчатки глаз пространство зрительных галлюцинаторных образов в виде голографических изображений которые можно объективно регистрировать с помощью фотографирования крахалев ссылается на данные других экспериментаторов подтвердивших воспроизводимость и эффективность методики таким образом спор о физической природе получаемых изображений остается вести уже не психиатром а физиком с моей точки зрения сам факт появляющегося изображения может подтверждать гипотезу о материальности мысли что пожалуй даже важнее для формирования новой философской парадигмы в науке нежели частный вопрос о механизмах получаемого эффекта доктор биологических наук профессор симаков согласен с этой версии из глаз идет невидимый свет а скорее всего электромагнитные волны с частотой колебаний недоступны нашему глазу можно предположить что в сложно устроенных палочках сетчатки возникает что-то наподобие рентгеновского биолазера действующего очень короткими вспышками роль кристалла при этом может выполнять наружный членник палочки проведенные мной исследования показали что если вместо стыковки волокон хрусталика так называемый шов ввести лазерный луч то далее по волокну он движется как по световоду возможно по этому пути и передается информация от сетчатки в окружающее пространство глаз работает как биолазер как волшебный фонарь способный писать мысли на экране отклики отечественных и зарубежных исследователей познакомившихся с работами крохолева были самыми разными от восторга до полного неприятия это и понятно ведь он ломал привычные для большинства отношения между материальным и идеальным вошедшие в сознание еще со школьной скамье ученый экспериментально доказал что человеческие глаза способны излучать не только страх любовь или ненависть но и энергию мысль материально ее можно зафиксировать на фотопленке к 1990 году крохолев по своим исследованиям имел 33 публикации в разных странах мира ссср япония германия чехословакия польша сша и другие о его работах вышло около 80 статей было снято 6 документальных фильмов авторитет отечественного исследователя над которым долгие годы насмехались которого травили и обманывали значительно вырос перми при городском центре социально-психологической адаптации терапии доверия 4 сентября 1990 года была открыта лаборатория по психотронике ее создали по рекомендации центра космических исследований под руководством ntc гравитон в лаборатории планировалось провести научные исследования по изучению физической природы электромагнитных излучений из глаз у нормальных людей экстрасенсов и у психически больных запланировано было и секретное задание сконструировать фоторегистратор зрительных образов мозга фотозом кт чем же могли заинтересовать исследование пермского психиатра в военно-промышленный комплекс ответ можно найти в кратком интервью профессора офтальмологии мюнхенского университета рудольфа штерна который комментировал заявление сотрудников медико-биологической лаборатории американской спецслужбы new is secret service разработавших метод считывания сетчатки глаза трупа того что человек видел перед смертью конечно это не означает что подняв веки можно увидеть чей-то портрет в сетчатке глаза имеются амакриновые клетки функция которых до сих пор не была ясна в отличие от других клеток сетчатки работающих как приемники эти являются излучателями мы зарегистрировали постоянные электромагнитные волны исходящие от амакриновых клеток причем это не бесформенное электромагнитное поле которое излучает остальные ткани организма а направленной потоки импульсов они четко соответствуют потоку мысли человека сетчатка уникальна тем что эта ткань мозга выдвинута на периферию поэтому она прекрасно осведомлена обо всех наших мыслях недаром ее осмотр сквозь зрачок позволяет фактически заглянуть в мозг без вскрытия черепа конечно же отечественные специалисты знали об исследованиях американских ученых и стремились создать собственную методику а исследования крохолева были для них просто подарком но распад страны и неразбериха 90-х годов не позволили воспользоваться наработками пермского исследователя вот как об этом писал журналист виталий правдивцев весной 1991 года крохолеву позвонили из москвы и попросили прислать все материалы по фотографированию зрительных галлюцинаций за 17 лет с 1974 по 1991 год исследователи заверили что только в этом случае лаборатории будет выделено несколько миллионов рублей как и следовало ожидать ни денег ни материалов никто больше в перми не увидел а спустя несколько лет случилось никем неожиданное жуткое событие геннадий павлович покончил жизнь самоубийством в апреле 1998 года повесился в своей квартире для всех это было ударом и неожиданностью он находился на пике своей творческой активности буквально за неделю до этого трагического события принес свою новую шестую по счету книгу подписал был весел говорил что собирается снова подавать заявку на открытие которое должно принести ему нобелевскую премию архивы геннадия павловича крохолева после его смерти пропали бесследно да и была ли его смерть случайной многие из друзей крохолева считают что нет своими исследованиями крохолев затронул тонкую грань переступив которую человек попадает в иную область бытия доказав материальность мысли он нарушил не только классические постулаты науки но и возможно вступил в сферу интересов сильных мира сего материальность мысли это не просто фотографии изображения на пленке это сила с помощью которой можно совершать многое прикладное понимание законов природы по которым мысль воздействует на материальные объекты дает человеку владеющему этими знаниями огромную власть наши предки владели такими возможностями но они не использовали их во вред людям и окружающей природе в дальнейшем из-за нравственной деградации эти знания были утеряны наша цель осознать произошедшее и вернуться к истокам нам интересно узнать ваше мнение по этой тематике поэтому пишите все что вы думаете по этому поводу в комментариях под этим видео и если мы увидим там вашу высокую активность мы продолжим делать сюжеты по этой теме на нашем канале есть идеи рассказать вам о том каковы конкретные механизмы раскрытия таких способностей в человеке а такие способности нам могут пригодиться уже в самое ближайшее время все мы видим насколько масштабно и быстро меняется мир вокруг нас чтобы быть готовыми к этим изменениям нам нужно четкое понимание того что действительно представляет опасность в новых условиях а что является уловками манипуляторов